Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о российском футболе и сегодня сосредоточимся на трансферной стоимости наших игроков, футболистов из российского чемпионата. Не так давно популярный немецкий ресурс Transfermarkt обновил стоимость некоторых футболистов из российской лиги. И мне хотелось бы разобрать эти изменения, кто здесь подорожал, кто подешевел, ну и начинаем мы с положительного рейтинга, с шестерки самых подорожавших футболистов российского чемпионата. Хотелось бы отметить, что здесь будут достаточно ожидаемые игроки и футболисты, которых вполне возможно кто-то и не ожидал здесь увидеть. Поэтому рейтинг получился любопытный, давайте разберем каждого из этих футболистов. Ну что ж, поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод Калуцкий24, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Начинаем с шестого места среди самых подорожавших игроков, а именно с Антона Заболотного, который у нас прибавил 700 тысяч евро к своей стоимости и нынче оценивается в 2,5 миллиона. Вообще хотелось бы отметить, что вот эти майские изменения на трансфермаркте, они связаны в первую очередь с чемпионатом Европы. То есть здесь подтягивают, так скажем, стоимость некоторых футболистов, вызванных на это самое Евро 2020. Поэтому в основном, ну, собственно, не в основном, тут все игроки в этом рейтинге подорожавших, они будут представлять свои национальные сборные. Ну и Антон Заболотный здесь оказался среди них. Почему он подорожал? Ну, согласитесь, сам по себе вызов это круто. Хотя у меня есть вопросы касательно того, почему вызвали Заболотного, а не Смолова. Но так или иначе, Антон действительно полезный игрок, он приносит много, скажем так, знаете, страсти в футбольный матч. Он всегда борется до последнего, он всегда сражается за каждый снаряд, ну и, в принципе, в последнее время неплохо выглядит в завершении. Во всяком случае, этот год стал для него рекордным по количеству забитых мячей. Ну и сейчас Заболотный все ближе к переходу в ЦСКА, точнее, к возвращению в армейский коллектив, поэтому здесь есть чем похвастаться. Ну и, как я сказал, сейчас ближе к началу чемпионата Европы Трансфермаркт решил, так скажем, актуализировать стоимость футболистов, которые будут выступать на Евро. И вот, в частности, стоимость Заболотного здесь немножко повысили. Следующие несколько игроков, которые заняли места со второго по пятое, они подорожали на миллион евро. Это Фомин из Динамо, Караваев из «Зенита», Кузяев из того же самого «Зенита» и Алекс Крал из «Спартака». Как я сказал, все вызваны в свои национальные сборные, кто-то в российскую, кто-то в чешскую. Ну и давайте начнем с Фомина. В принципе, следует отметить, что он провел неплохой год в Динамо. Учитывая то, что он перебрался из провинциального клуба в московский коллектив с серьезными задачами, здесь был определенный риск, что он может не заиграть, что он может затеряться, но Фомин смотрится неплохо. Хотя многие считают, что он не совсем классический опорник, и его не совсем правильно используют. Но в лучшей своей форме Фомин успевает поддержать и опорную зону, и наступление. Ну и вообще, он как молодой футболист, который прогрессирует, растет, конечно, он будет прибавлять в своей стоимости. И сейчас он подорожал с пяти лямов до шести. Караваев же подорожал еще больше, с шести до семи. Вы и тут, в принципе, тоже все понятно. Слава хорош, Слава один из лучших фуллбеков страны. Вполне возможно, Караваев будет основным на чемпионате Европы. Конечно, не на своей позиции справа, но на левом фланге, где у нас есть определенный недостаток качественных кадров, он может, в принципе, появиться и может неплохо здесь себя показать. Да и забить с левого фланга может дальним ударом. Мы помним, как это было в сборной России. В общем, Караваев вполне себе логично получает прибавление к стоимости. Он чемпион России, он футболист сборной, он, в принципе, провел неплохой сезон. Ну и заслуженно получает прибавку к своему ценнику. Ну и Кузяев с семи до восьми. Опять же, плюс один миллион. Тут все понятно, потому что в какой-то момент Кузяев несколько подешевел на фоне своего, так скажем, отсутствия вообще в футбольной жизни. Он первое полугодие пропустил в поисках, так скажем, иностранного коллектива, но потом вернулся в команду, в «Зенит» и постепенно выбрался на первый план. И в результате сейчас Магомед Аздоев сидит на скамейке запасных, а Кузяев играет. И это уже дорого стоит, учитывая то, что Аздоев, ну, скажем так, один из лучших футболистов «Зенита» позапрошлого сезона. А вот в прошлом сезоне Кузяев вырвал у него место в составе. И в результате Долер показал не словом, а делом, что он по-прежнему хорош, что он может закрывать разные позиции, а универсалы всегда очень высоко ценятся. Ну и посмотрим, может быть, когда-нибудь он все-таки приедет в Европу, в Валенсию, и еще какой-нибудь клуб, который им интересовался этим летом. Было бы интересно, было бы любопытно. Немножко обидно, что он не получил своего шанса в Старом Свете, в Европе, но там, по слухам, сам игрок хотел получать хорошие деньги, а ему не предлагали больше одного миллиона евро. Но зато вернулся в Россию и показал себя очень достойно. Жаль, правда, что, получается, первое полугодие просто профукал впустую. И получается безрезультатно. Ни в Европу не приехал, ни в «Зените» не проиграл. Ну и Алекс Кралл, еще один футболист, подорожавший на миллион с девяти до десяти. Но тут следует отметить несколько важных факторов. Во-первых, то, что «Спартак» все-таки во вторую часть сезона существенно прибавил, пробился в Лигу Чемпионов. Сам Алекс Кралл, по слухам, все ближе к переходу в зарубежный коллектив. Англичанин интересуется, итальянцы и испанцы уже подтянулись. В общем, за Алексом выстроилась очередь. Но и он вызвал в сборную Чехии. И, конечно, многие ждут от него какого-то прорыва на этом самом чемпионате Европы. Поживем, увидим, в принципе, всякое возможно. И Алекс Кралл сам по себе, это игрок, конечно, очень способный. Ну и самый подорожавший футболист России за последнее время – это Александр Соболев. Прибавил с девяти миллионов до одиннадцати. И, опять же, отчасти здесь то же самое, что и касается Кралла. Только еще ярче. Поэтому Кралл подорожал на один миллион, Соболев на два. Соболев забивал почти в каждом матче во второй части сезона. Соболев набрал фантастический ход. Соболев продолжает раскрываться как разноплановый футболист. И в этом вопросе я даже немножко готов согласиться с Черчесовым, что все-таки Соболев и Дзюба, да, они разного типажа нападающие. Правда, непонятно, зачем тут еще и Заболотный вместо Смолова. Но это отдельная тема, ладно. Короче, смысл в том, что Саша Соболев великолепен. Он сейчас прибавляет, он прогрессирует. И, знаете, я вспоминаю вот эту зимнюю межсезонку, скажем так, а точнее, я даже не знаю, как назвать, между двумя кругами российского чемпионата, когда Соболев в тренировочном матче товарищеском получил травму и казалось, что выпал на полгода из-за крестов. Вот слава богу, этого не произошло, потому что, как показала практика, именно это полугодие стало суперпрорывом для Александра Соболева. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.